Поезд здоровья прибыл на юг края. Прием пациентов медики проведут сразу на нескольких станциях. Сейчас врачи в Минусинске. Жители могут посетить терапевта, офтальмолога, невролога и других узких специалистов, а также сдать все необходимые анализы. График работы поезда с 7.30 до 18 часов. Уже 14 сентября локомотив отправится в другие отдаленные села. В Тубу, Курагино, Кизир, Журавлёво. И 22 сентября финишируют в деревне Щетинкино Курагинского района. Нарушителей на трассах собираются вычислять с помощью авиафиксации. Инспекторы планируют делать регулярные облеты дорог на вертолётах. Водители рискуют получить штраф за выезд на полосу встречного движения, там, где это запрещено, а также за превышение скорости. Первый такой авиарейд проведут на Енисейском тракте, а на следующей неделе на трассе Красноярск-Железногорск. В центре Красноярска станет одним обновленным сквером больше. Благоустройство небольшой зоны отдыха завершают на проспекте Мира рядом с Домом быта. Здесь укладывают брусчатку, вскоре отремонтируют освещение, установят фонари. Горожане увидят также обновленный газон с кустарниками и цветами. Работы должны завершиться в конце сентября. Территорию обустраивают совместно с предпринимателями. В Красноярске ветклинику подкинули больного ястреба. Хищник нуждался в экстренной помощи. Из-за сильного ушиба бедолага не мог летать и даже подняться. Врачи выхаживали его несколько дней. После курса лечения птица, наконец, встала на лапы и расправила огромные крылья. Как только пациент поправился, его решили выпустить на свободу. Принесли в лес и пожелали счастливого полета. Редактор субтитров А.Семкин